Упорная работа на результат. 26-летний Серпухович Сергей Блинов, оказавшийся в инвалидной коляске 4 года назад, проходит реабилитацию в центре кинезотерапии. Под присмотром врача и с тренером он старается вернуть подвижность ногам. Мы понаблюдали, как проходят тренировки. Занимаюсь в центре 3 раза в неделю, вторник, четверг, суббота. Всегда занятия начинаются с рук, можно сказать, легкой гимнастикой. Мы берем маленькие веса, разогреваем все мышцы, в дальнейшем мы переходим на более сложные упражнения. И с рук мы опускаемся в нижнюю часть ног и начинаем заниматься ногами. Сереж, следующее упражнение у нас сжим ногами. Раз, у тебя пересаживайся. А вес? Давай начнем с небольшого. Как ему удается сжим ногами, Сергей сам понять не может. Чувствительность нижних конечностей еще не вернулась. Но он научился делать то, что раньше казалось за гранью реальности. Здесь мне не дают отдыхать. Так, еще сильнее. Прям поувереннее, поувереннее. А плетут побольше, делаешь больше. Выдох вниз. Еще. Выдох. Выдох. Упорней, упорней. Мы стараемся включить в работу мышцы ног, так как они практически самые сильные в организме. Соответственно, дают толчок для развития всего мышечного корсета всему организму. Сергей очень отзывчив на эти упражнения. Старается, делает. У него, по-моему, это неплохо получается. Упражнения сложные. Включают в себя работу несколько мышечных групп. Сергей Блинов занимается в Центре восстановительной медицины уже 9 месяцев. Строго под руководством методиста, который формирует комплекс ежедневных, причем нелегких упражнений, увеличивает нагрузки и следит за реакцией организма. Затем, как функционируют мышцы и какие только начинают работать. И то, что нам, не специалистам, может показаться незначительным достижением, на самом деле результат большого труда. Осенью прошлого года Сергей стал героем специального репортажа, который вышел в эфире нашего телеканала после тяжелого ДТП. Четыре года назад он оказался на инвалидной коляске, но набрался мужества жить полноценно и идти к намеченной цели – встать на ноги. Центр восстановительной медицины откликнулся помочь Сергею в рамках своей социальной программы реабилитации инвалидов. А дальше будет новый этап тренировок и новые достижения. Мы уже подготовили некое оборудование для того, чтобы поставить его на ноги и уже делать упражнение стоя. То есть мы будем его страховать со страховками, фиксировать колени и уже будем выполнять упражнение в позиции стоя, чтобы организм уже адаптировался к этому состоянию, поскольку он уже забыл вообще, как это и что это. Здесь нам приходится доходить до черты, когда уже сделать ничего невозможно, и пытаться перейти ее. Тогда организм начинает реагировать, тогда он начинает выдавать какие-то результаты только после этого. Процесс долгий, мучительный, но как бы мы всем центром идем к финишу. Сколько потребуется времени, чтобы Сергею встать на ноги, никто не знает. Когда-то ему врачи говорили, что он не сможет и сидеть. Но молодой человек научился и сидеть, и заниматься домашними делами, и водить машину, и танцевать на коляске. Шансы вернуться к более полноценной жизни есть. Главное и дальше не терять веры в себя и свои собственные силы, уверен Сергей и те, кто сегодня с ним рядом.